Здравствуйте, мои дорогие! Христос посреди нас! Ну вот, хоть и с опозданием на один день, но мы все-таки встречаемся почитать Евангелие. Прошу прощения, что вчера я этот выпуск записать и выложить не успела, но сегодня я исправляюсь. Мы встречаемся с вами. Итак, мы заканчиваем сегодня читать 10 главу Евангелия от Луки. И будем читать зачало о Марии и Марфе. Это зачало читают на все богородичные праздники. И этот фрагмент из Евангелия служит поводом ко многим дискуссиям и проповедям на тему женщины, на тему вообще женской доли, женского христианского служения и вообще, собственно, спасения для женщин. И вот мы с вами сегодня об этом поговорим, послушаем, что говорят святые отцы, но для начала мы прочитаем само зачало, и поэтому можете уже открывать ваши Евангелия. Разумеется, что тем, кому сложно слушать, воспринимать на церковнославянском, лучше открыть Евангелие по-русски. Однако некоторые зрители пишут мне, что наоборот, следят за мной по церковнославянскому тексту и так даже лучше понимают. Так что делайте так, как вам удобнее. Главное, чтобы вам было понятно все и удобно читать. Итак, мы начинаем с 38 стиха 10 главы. Это зачало 54. «Бысь же ходящим им, и сам в ниде ввесь некую. Жена же некая именем Марфа прият его в дом свой. И сестра ей биенарицаемая Мария, я же исседши при ногу Иисусову, слышащи слово его. Марфа же молвяше о мнозе служби, ставши же рече, Господи, не брежеши ли, яку сестра моя, единумя остави служите, рцы убы ей, деми поможет. Отвещав же Иисус рече ей, Марфу, Марфу, печешися и молвяше о мнозе, едино же есть на потребу. Мария же благую часть избра, я же не отымется, от не я. Начать разговор о Марии Марфе я хочу немножко необычно в этот раз, а именно вот с этих часов, которые висят позади меня. Эти часы очень важный предмет в весьма скромной обстановке нашего дома. Я сейчас расскажу почему. Моя мама, Царствие Небесное, раба Божия Ирина, в Израиле, как и многие женщины, несмотря на свое высшее образование, несмотря на свое прошлое бизнес-леди, в Москве должна была заниматься уборками. Собственно, она работала домохозяйкой, как бы сказать, уборщицей и домоправительницей, так, если можно, наверное, выразиться. В нескольких семьях, семьи эти были, так уж совпало, так получилось, в основном все религиозные, то есть это были семьи раввинов или студентов Ешиевы, то есть, в принципе, она работала в среде религиозных, ортодоксальных евреев. Как это получилось, почему так сложилась длинная отдельная история? Ну, представьте себе по 8-10 часов мыть чужие квартиры, раскладывать чужую одежду, гладить чужие рубашки, мыть чужую посуду и так далее. Ну, я в своей жизни тоже немало видела работниц, которые какое-то время у меня помогали, убирали, когда у нас были средства и рождались один за другим деточки, а мама как раз умерла, у меня родилась третья дочка, потом четвертая, у нас тоже были помощницы по хозяйству. Я только еще одну женщину встречала, вот с похожим отношением к делу. Моя мама не просто делала уборки, она наводила красоту. Она делала так, чтобы квартира превратилась в журнальную картинку, чтобы белье на полках лежало так, чтобы хотелось его носить, чтобы кровать была убрана так, что можно ее фотографировать на каталог. И мама мне рассказывала, что временами ей бывало ужасно трудно. Несмотря на ее эстетический вкус, а в Москве она руководила мастерской по изготовлению интерьеров, то есть занималась монументальным искусством, она, несмотря на свой вкус и на свою любовь к интерьерам и искреннему просто увлечению, скажем так, работы, часто, конечно, испытывала невероятную тяжесть и тягость от монотонности труда. Одно дело, когда ты художник по интерьерам, другое дело, когда ты с тряпкой, с шваброй много часов моешь пол. Нам всем это знакомо. Я уже тоже много лет уборку делаю сама, поэтому хорошо это знаю. Соответственно, особенно, когда это чужой дом и дома большие, квартиры большие, комнат много. И вот мама говорила, когда мне бывало особо трудно и особо тягостно психологически от монотонного ежедневного такого, можно сказать, арабского труда, за очень небольшую плату в Израиле немного платит. И тогда немного платили, да и сейчас тоже ненамного лучше. Мама начинала петь. А что она могла петь? Мама не была музыкантом или оперной певицей, она пела молитвы, естественно. Она мне говорила, я даже сама не замечаю, иногда я начинаю напевать. Я пою Богородице Девы Радуйся, я пою Достойный Есть, Взбранный Воеводин, вот все, что помню, и тихонечко напевать. И жена одного раввина, Сара, она спросила, что ты такое поешь очень красивое? Мама говорит, ну так, говорит, это молитвы. А ты христианка? Мама говорит, да. Она промолчала, ничего не сказала. Потом в другом доме тоже мама что-то такое тоже стала напевать. А что это такое красивое? Это ваша русская музыка? Ой, как приятно, ты пой, пой еще. И вот эти часы подарила одна из ее хозяек, ее звали Ривка. Она ей подарила эти часы на Еврейский Новый Год, на Роша Шану и сказала, что я тебе хочу сделать подарок, пусть он маленький и скромный, но чтобы ты не забывала обо мне, потому что мы уже свой дом без тебя не представляем. То есть вот те часы, которые ты проводишь в нашем доме, они нам очень дорогие. И она подарила большую коробку конфет и вот эти вот часики. Ну, конечно, другие хозяйки тоже много чего маме моей дарили, но это не сохранилось. А вот эти часики, они сохранились и напоминают мне. Ну, а когда моя мама умерла, я позвонила, хотя она к этому времени уже несколько лет она работала гидом, она уже не работала на уборках. Я позвонила ее хозяйкам, двум из них, которые были особо такие, вот много лет она у них работала. Их реакция была такая, ой, 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 ну Зихрону Браха, то есть как бы память ее и благословение ей. Таких не бывает, как твоя мама. Никто так не делал уборку у нас в доме, как твоя мама. От нее свет был. Вот, ну никто так не работал, как она. То есть я услышала столько слов, теплых, конечно, тоже слезы у меня текли от умиления. И вот, вы знаете, казалось бы, очень личная история, да, но она имеет отношение очень прямое, думаю, вы уже поняли какое, вот к этой истории евангельской, потому что мама как раз несла самое настоящее служение Марфы. Да, когда человек работает по 8-10 часов на уборках, ну уж какое там особое у него есть время для вычитывания канонов, акафистов, длинных правил, да и так далее. И вот служение Марфы. Мы часто ставим Марфу и Марию как две противоположности, что вот Марфа она плохая, а Мария она хорошая. На самом деле из всех проповедей, из всех объяснений, вот мне на душу ложится больше всего то, что написал святитель Тихон Задонский. Вот у него есть такая аскетические проповеди, вот одна из них как раз таки касается этой евангельского, этого сюжета. По объяснению святых отцов Марфа и Мария это два подвига, разных подвига. Марфа это благочестивый телесный подвиг, а Мария это благочестивый душевный подвиг. Как считает святитель Тихон Задонский, и естественно он абсолютно здесь базируется на святых отцах, телесный труд по старшинству занимает всегда первое место в делании христианина. Неважно мужчина это или женщина, или даже ребенок, кто угодно, и у мужчин и у женщин впереди стоит телесный труд. И если есть особое призвание Божие, тогда человек может отринуть труд телесный и взять на себя труд душевный, то есть стать молитвенником даже в миру, подвижником. Но на это должна быть не только воля Божия, скажем так, призвание вот так скажем, да, от Бога, но еще и Богом посланные обстоятельства. Потому что в принципе, если говорить и о мужчинах, и о женщинах, живущих в миру, все-таки телесный труд по обеспечению, утешению, окормлению своей семьи, он стоит конечно впереди. Даже если нет семьи, тогда есть близкие, есть родственники, есть соседи, и телесный труд всегда идет первым. Благочестивый телесный труд. Телесный труд, как совершала его моя мама, не побоюсь этого слова, хвастаться мамой не грех, я же тут ни при чем, это моя мама была хорошая, а я уж какое есть кривое дерево. Так вот, как совершала его мама, то есть с молитвой, с памятью о Боге, но при этом с горячим искренним желанием и интересом совершить этот труд не как какую-то рабскую повинность, а красиво и на радость людям. И вот если же Господь особым каким-то своим промыслом призывает мирянина на труд сугубо духовный, когда человек может по многу часов в день стоять у икон и читать акафисты, каноны, длинные правила, класть поклоны, то есть вести, скажем так, монашеский образ жизни в смысле молитвенных правил у себя дома в своей комнате, это особый случай. Это Господь призывает в определенных обстоятельствах и далеко не всех людей. И, как пишет святитель Тихон, обычно призывает после того, как телесный труд уже благочестиво завершен. То есть человек уже прожил очень много лет в телесном благочестивом труде, то есть в телесном труде с молитвой и с любовью к ближним, и тогда Господь как бы его поднимает на следующую ступеньку. Телесный подвиг опасен немножко, как и душевный, своими опасностями, своими, как бы сказать так, ну как выразиться, подводными ямами, да, то есть есть опасности, в которые можно впасть. А именно, телесный подвиг иногда становится самоцелью, то есть человек так любит свою дачу, ну я уж, простите, такой приведу пример, у меня дачи нет и не было, но я просто знаю, опять же, от родственников, от рассказов других людей, человек так любит свою дачу, что уже вот окапывание этого огорода, ремонт крыши, побелка, покраска, забота об этой даче, она уже не ради внуков или детей, а она ради дачи, понимаете, вот чтобы она уже была вот еще такая, еще эдакая. Ну, к примеру, этим же может быть квартира, этим же может быть кухня, кулинарные дела, да, когда это становится самоцелью, когда это делается уже не ради близких, а вопреки им, когда, вот только о чем говорил поиси святогорец, когда мать орет на ребенка и дает ему за трещины, за то, что он пролил сок на пол, который она только что вымыла с таким трудом, да, то есть вот это крайность, которая убивает пользу, который может дать этот труд душе, и вот за это и попенял Господь Марфу. Как говорит нам замечательно святитель Тихон, этим замечанием Господь очистил подвиг Марфы от высокоумия и научил совершать телесное служение со смирением, потому что Марфа подумала, что ее подвиг вообще идеальный, выше всех, раз она трудится и она великолепная хозяйка, значит, вот это уже больше она ни в чем не нуждается, то есть ее телесный труд был самоцелью, и туда прокрадывается, естественно, сразу же и гордость, да, ты видишь плоды рук своих, ты видишь клубнику рядами, ты видишь блестящий дом, ты видишь отличное хозяйство, и у тебя как бы, ох, какая я молодец, вот это да, о, как я умею, вот я какая классная, то есть понятно, что, да, это одно другое цепляет, и Господь, сделав замечание Марфе, поднял ее подвиг, очистил его от высокоумия, очистил его, направив его на правильное русло, так чуть повернув ее, потому что Марфа была, конечно, человеком, глубоко верующим в Бога, человеком, преданным Христу, любящим Христа, ведь именно благодаря вере Марфы состоится воскрешение Лазаря, да, если мы читаем сам Евангелие от Иоанна. Что же касается Марии, она имела тот призыв от Бога, ту уникальную душу, когда бывает уникальный случай, когда даже с молодости, с юности, не совершив даже еще трудной жизни с телесным трудом и подвигом, Господь дает призыв на подвиг духовный. Как мы говорим, вот есть монахини, да, например, которые уже, вот у меня есть знакомая монахиня, которая уже с девяти лет мечтала служить Богу и молиться целыми днями, но поступив в монастырь, такие монахини, что получают сразу? Послушание, тяжелое послушание, коровник, стройка, кухня, горшки, котлы, то есть игумен или игуменья, да, если это женский монастырь, смиряют сразу трудом, потому что труд по старшинству идет первым. И вот хочется задать такой вопрос всем нам, кого больше у нас сегодня в православии, Марий или Марф? Ощущение складывается, что лже-Марий. Об этом любят очень писать остроумные рассказы православные писатели, и об этом любят шутить на проповедях батюшки, да, когда женщины берут на себя, вот именно берут на себя подвиг Марии, при этом пренебрегая полностью своими прямыми обязанностями Марфы. И тогда, конечно, получается, как есть лже-старчество, так, наверное, есть лже-марийство. Да, то есть можно представить себя Марией, сидящей у ножек Христа или у ножек любимого протеерея из храма, не вылезающие из церковных служб, дома не расстающиеся с молитвословом. При этом ближние, семья, родня остаются без присмотра, без заботы, без любви. И телесный труд, который есть, он остается неисполненным. И, соответственно, и в таком молитвенном подвиге, лже-молитвенном, да, получается, нет никакого смысла. Другое дело, когда Господь призывает обстоятельствами, да, допустим, что, как многие есть женщины, вырастившие уже детей, воспитавшие внуков, уходят потом в монастырь, да, например, или дома берут на себя молитвенный подвиг. Я тоже знала таких женщин в детстве. У нас в храме были такие женщины, которые жили, в принципе, как монахини в миру. Одни были мамы с дочкой такие. Вот так сложилось, что она замуж не вышла. Она была, как мне кажется, болезненной. Что-то у нее, наверное, было со здоровьем. Ну, я, правда, не берусь сказать, но так по внешнему виду. Вид у нее был такой, она худенькая очень была, не совсем такой здоровый. Может, там какие болезни были. И они с мамой были добрейшие женщины. Но, кстати, они трудились в храме, будь здоров. Они им и за ящиком трудились, и уборку делали. То есть они служили при храме, ну, насколько могли. И, наверное, где-то еще даже работали, я не знаю. Но они ходили всегда в темном, и как монахини в миру были, ни одну службу, конечно, не пропускали. И такие слыли, как молитвенницы. Но они были очень добрые, при этом и открытые такие, приятные к людям. Я до сих пор как-то их помню, отличаю. Вот понимаете ли как? Так, в общем, в любом случае, чтобы нам не впасть в прелесть и не возомнить о себе, что мы уже Марии, нужно нести подвиг Марфы. И подвиг Марфы, в принципе, сочетает и в себе и то, и другое. Потому что труд сочетается с молитвой. А молиться можно всегда и везде. Об этом говорили еще древние подвижники египетские. Ава Пам, его знаменитый, когда он говорил, посмотрите, вот я плету корзины и молюсь. То есть ничего не мешает человеку читать. Иисусову молитву, Богородица Дева, радуйся напевать, как моя мама делала. И при этом трудиться, трудиться и трудиться. В нашем же современном мире женщине особо трудно, потому что служение Марфы – это не просто уход за домом, готовка, уборка, стирка. Это еще часто и работа. Женщины сейчас нередко обеспечивают семью, иногда наравне с мужем, а иногда даже являются единственными кормилицами, если у нее профессия, например, более востребованная, чем у ее мужа. А сколько одиноких мам, да? То есть это сейчас особо актуально понять, что Господь призывает женщину к труду, любви и заботе о своих близких. В широком смысле этого слова. А молитвенный труд идет у нас в сердце. Ну вот, вот такая у нас необычная сегодня немножко получилась евангельская беседа. Надеюсь, что вам было интересно. И я прощаюсь с вами уже на сегодня. Мы встретимся теперь в пятницу. Даст Бог, все получится у нас. Мы подготовили крайне интересный выпуск блога. И я думаю, что вам будет очень-очень интересно и неожиданно. Также, пользуясь случаем, я хочу пригласить вас на замечательную лекцию, которую дает наш экскурсовод из Грузии Лариса Махитарян, коренная жительница Тбилиси. Эта лекция будет в пятницу. Называется «Обычи и традиции Грузии». Это крайне-крайне интересная и колоритная лекция. Я надеюсь, что запишется достаточное количество людей. Так что, если вы еще не записались, сердечные просьбы поддержите. Скучно вам точно не будет. Ну вот, на этом я прощаюсь. Всего вам самого-самого доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok